Это актуальное интервью. Я Марина Захарова. Здравствуйте. Мы говорим коротко о важном. И сегодня у нас в гостях заместитель министра инвестиционного развития предпринимательства Республики Саха-Якутия Александр Андросов. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте, Марина. И в первую очередь хотелось бы узнать, как прошел форум, который завершился в эти выходные, форум предпринимателей. Какие были приняты решения, какие сложные вопросы обсуждались? Форум у нас прошел с 20 по 23 число. Если говорить о цифрах краткой, то приняло участие 28 муниципальных образований, в том числе город Якутск. Больше 2000 предпринимателей приняли участие в дискуссионных площадках, круглых столах, а у нас их было больше 10 таких площадок. Кроме этого, прошли в рамках дней форума практические сессии, мастер-классы. То есть форум прошел очень хорошо, но это оценка не наша, это оценка бизнеса, который принял участие на этом форуме. Отклики только положительные. Если говорить о тех документах, тех решениях, которые будут и возможно уже приняты по итогам форума, это конечно же механизмы, которые мы на сегодняшний день видим, которые могли бы поспособствовать упрощению деятельности малого и среднего бизнеса в нашей республике. Невелирование некоторых стоп-факторов или каких-то проблем, которые мешают, например, малому предпринимательству. Также в рамках форума прошла выставка «Бизнес-экспо». Тоже она прошла на очень высоком уровне. Хочу отметить, что в этом году выставка была посвящена местному производству. Мы не выставляли там услуг, были только местные производители. Из 18 муниципальных образований приняли участие предприниматели. Больше 90 участников. Тоже отзывы только положительные. В частности того, что был интерес живой у населения города Якутской республики, у их партнеров с точки зрения поиска партнеров, предпринимателей. Продажи тоже очень хорошие были. И учитывая то, что выставка шла всего два дня, продажи были на достойном уровне. Потому что это все-таки была выставка-ярмарк вместе с продажами. Скажите, а вот проблемные какие-то вопросы? Это очень хорошо, что все-таки есть хорошие положительные отклики. А вот какие проблемные вопросы? Да, проблемные вопросы. Ну, у нас работа форума была поставлена по площадкам, по дискуссионным площадкам. Обсуждались, конечно же, такие актуальные и приоритетные вопросы, как развитие местного производства, как борьба с незаконным предпринимательством, как развитие молодежного предпринимателя, что у нас является на сегодняшний день тоже так же приоритетом. И по итогам предложений с каждой дискуссионной площадки будет выработана резолюция форума. Кроме этого, еще, как глава озвучил на пленарном заседании, будет подписан указ о противодействии незаконного предпринимательства. Этот документ уже находится на разработке. Хочу отметить, что он разрабатывается совместно с бизнес-общественностью. Мы их привлекли. Я считаю, что по выходу данного документа будут сформированы в нашей республике определенные условия и предприняты действия. И будут проведены мероприятия в течение последующего времени, которые будут стимулировать нелегальный бизнес к выходу из тени, например. Или стимулировать, наоборот, к развитию легального бизнеса. И, кроме этого, еще будут механизмы по пропаганде законного предпринимательства и, соответственно, контрпропаганде незаконного предпринимательства. Потому что от незаконного предпринимательства страдают все. Страдает бюджет, недополучая доходы в виде налогов. Страдают законные легальные предприниматели. Потому что при этом у них снижается конкурентоспособность, когда рядом с ним предприниматель незаконный занимается тем же самым. причем не платя ни налогов, ни пенсионных взносов. И самое главное, я считаю, что страдает население нашей республики, потому что подвергается риску, приобретая контрафакт, приобретая просроченные продукты или не прошедшая определенную проверку и сертификацию. Александр Николаевич, а вот борьба с нелегальным бизнесом скажется ли на развитие легального? Какой эффект ожидается? Конечно же скажется, потому что на сегодняшний день у нас бизнесу и так тяжело работать. В целом по стране ситуация, конечно же, не самая простая в республике, особенно потому что у нас есть свои определенные специфики деятельности. Это, конечно же, наши тарифы, транспортные тарифы, логистика территории. Ну, все наверняка знают. Поэтому борьба с нелегальным предпринимательством, я думаю, окажет хорошее подспорье для развития именно легального в части его повышения его конкурентоспособности. Скажите, а вот малому бизнесу полагаются налоговые льготы. Как эти льготы сказались на начинающих бизнесменах? Да, действительно, у нас на территории республики работают определенные льготы. Это как каникулы для начинающих, те, кто работают для определенных видов деятельности, каникулы для начинающих, кто работает по упрощенной системе налогообложения, по патенту. Кроме этого, до форума состоялось заседание налоговой комиссии межведомственной, на которой было принято решение о снижении ставки УСН с 6 до 3% для тех предпринимателей, которые работают по схеме дохода. Буквально на осенней сессии ЛТУМЕН данное решение будет окончательно принято. Что это даст? Естественно, это даст бизнесу, особенно начинающему, которому трудно, тяжело в поисках средств, высвободить некоторый объем финансирования для того, чтобы вложить их в свое развитие. Это определенный плюс. А как обучаются предприниматели у нас? Обучаются предприниматели, этому уделяется особое внимание, учитывая то, что сегодняшний приоритет вообще со стороны федерации, это повышение компетенции нашего бизнеса. Мы вообще, к слову сказать, Республика уже практически достигла предела по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства. И наша задача поддерживать и развивать именно тот бизнес, который уже работает. И вот как раз-таки вот эта работа направлена на повышение компетенций действующего бизнеса, на их развитие. Кроме этого, мы участвуем совместно в рамках соглашения с корпорацией малого и среднего предпринимательства Российской Федерации по трем программам. Обучение – это для начинающего предпринимателя, для действующего предпринимателя. А также есть такая интересная программа для матерей, женщин вернее, женщин, которые находятся по уходу за ребенком, но хотят заниматься своим делом. Вот такие у нас курсы есть, и мы совместно с корпорацией их реализуем. Александр Николаевич, вот в районах Республики всего больше открываются бизнес-инкубаторы, говоря о поддержке как раз предпринимателей. Что это дает предпринимателям? Ну, хочу сказать, что у нас 16 бизнес-инкубаторов действуют на территории Республики. Мы их создаем как за счет и федерального бюджета, так и за счет муниципального республиканского бюджета. Буквально в этом году мы провели мониторинг, который показал выживаемость бизнеса, который выходит из стены инкубатора, а они там находятся 3 года, более 80%. Это очень высокий показатель, с учетом того, что сегодня ситуация, как я ранее сказал, не совсем простая. А в целом, вообще, находясь в бизнес-инкубаторе, начинающие предприниматели получают комплексную поддержку, начиная со льготной стоимости аренды квадратного метра, заканчивая сопровождением его проекта, консультацией, участием в различных круглых столах и практически сессиях, которые, к сожалению, не каждый предприниматель со стороны может принять участие, но находясь в бизнес-инкубаторе, он, во-первых, находится в самой гуще событий и знает о всех тех, например, о тех же налоговых льготах, которые он может применить себе, о новых механизмах поддержки, о каких-то иных мероприятиях, которые проводятся именно для развития бизнеса. Поэтому мы считаем, что бизнес-инкубаторы – это очень хороший план-здарм для развития малого бизнеса. Вообще, у нас бизнес-инкубаторы в муниципальных образованиях должны стать, и они ими являются центром развития бизнеса в целом, то есть предоставляя не только имущественную поддержку, но и комплексно оказывая поддержку вообще всем предпринимателям на территории УЛУСа или районам, в котором инкубатор находится. – Что ожидается от создания экспортного центра? Какой ожидается эффект от него? – Создание экспортного центра к этому вопросу мы подходили как правительство довольно-таки долго. Буквально 21 числа на пленарном заседании глава поручил создать данный центр поддержки экспорта при ТПП Республике. Основная цель ЦПП будет, конечно же, поиск таких проектов, которые нацелены на экспорт, затем их сопровождение, их упаковка, их работа по их продукции или услугам с таможней, для того, чтобы максимально упростить выход нашей продукции за пределы не только Республики, но и за пределы Российской Федерации. Это очень сложно. Самому предпринимателю, особенно, наверное, начинающему, это очень сложно. Поэтому центр будет нацелен на то, чтобы максимально содействовать выходу нашей продукции за пределы. – Если обобщает всю эту тему, основная задача сейчас – поддержать и малый, и средний бизнес. Скажите, а когда будет создан фонд поддержки местного производства? – Фонд поддержки местного производства у нас создается в рамках кампании развития местного производства. Глава Республики озвучил это еще в начале этого года. Мы начали работать, наше министерство определено, так сказать, драйвером этого направления. По фонду сегодня мы прорабатываем все моменты, потому что там определенные механизмы задействованы в части финансирования, в части дальнейшей реализации. Планируем создать до конца года текущего. И я считаю, что полноценно фонд начнет работать уже с первого квартала следующего года. – А вот в последнее время часто говорят об IT-технологиях. Какие перспективы у Республики? Как выглядит картина у Республики в этом направлении? – По IT-технологиям, конечно, у нас перспективы очень большие, потому что мы знаем, что у нас предприниматели, молодые предприниматели в этой сфере очень креативные, потенциал у них огромный, и поэтому предпринимаются все меры для того, чтобы максимально создать благоприятные условия для развития IT-технологий. Не первый год у нас работает технопарк города Якутска с филиалом в городе Нейрингри. У них тоже направленность на развитие IT-технологий. Мы надеемся, что в скорости будет создан IT-парк, который действительно станет той самой площадкой, которая даст старт нашим предпринимателям, IT-шникам, молодым людям, для того, чтобы выходить за пределы Республики, за пределы Российской Федерации. Потому что IT-технологии, они ведь не имеют границ. Они не имеют границ как территориальных, так и временных или еще каких-либо. Это очень такая, очень хорошая тема и очень перспективная в целом для нашей Республики. Ну и, наверное, уже будем двигаться к завершению программы. Последний вопрос. Как Вы думаете, на Ваш взгляд, какие виды услуг, наверное, скорее, могли бы привлечь как можно больше туристов в наш регион с точки зрения предпринимательства? Ну, вообще, хочу отметить, что все наши туристские компании, это и есть и предприниматели. Не зря ведь мы, министерство в том числе и туризма, хотя в нашем наименовании это не прописано. На сегодняшний день, понимая нашу специфику, мы основной акцент делаем именно на событийный туризм и на продажу эксклюзивных туров. Но не надо забывать для того, чтобы привлечь объем туристов, поток туристов массовый, мы должны называть и массовый туризм. Наше вечерное время, к сожалению, завершается. Я благодарю Вас за эту конструктивную беседу. И напоминаю, у нас в гостях был заместитель министра инвестиционного развития предпринимательства Республики Саха-Якутия Александр Андросов. Будьте с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова